Субтитры делал DimaTorzok 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 Давало, скажем так, много сил заниматься, развиваться и добиваться каких-то новых высот Ну вот, как-то так, вкратце А почему именно выбрал барабаны? Ну, здесь еще, наверное, можно сказать, что по жизни такой очень активный человек И, точнее, сидеть на месте не люблю, очень много энергии И, наверное, барабаны тоже не понравились, потому что хотелось какого-то адского движения, непрерывного рубилова Ну и плюс, Джои Джордисон на меня повлиял очень сильно и был как бы таким основным пинком сесть именно за этот инструмент Потому что когда я там в возрасте 13-14 лет первый раз увидел, услышал, мне просто пришел в шок и понял, что хочу так же Вот, как-то так вот Так, а ты же, ну, как-то поддерживаешь свой, так сказать, скилл Вот, и мне очень интересно, сколько времени ты в среднем уделяешь занятиям? Ну, стараюсь уделять максимально все свое свободное и несвободное время То есть я даже не знаю, как правильно сказать То есть играю ли я все свободное время или у меня просто нет свободного времени Потому что у меня главная цель это максимум уделять времени занятия Вот, и как-то так получается, что, ну, играю где-то минимум 2 часа в день Ну, это, в принципе, сейчас для меня хорошо, здесь 2 часа в день А если там от 3 до 5 часов, то это просто супер круто и вот Да ладно, 5 часов, ты можешь играть 5 часов, вот так как ты играешь Раньше по 7 играл, ну, бывает, это очень круто, когда действительно у тебя есть 5 часов И ты просто садишься и занимаешься Ну, естественно, занимаешься там, это 5 часов, как бы, не играю я там в темпах за 250 и выше Это, по-моему, ну, реально, ну, это просто как, не знаю, мазохизм какой-то, что ли, ну, это уже не имеет смысла То есть я делю очень грамотно время занятий на... То есть сколько-то играю упражнения очень медленно, сколько-то играю быстро То есть сколько-то просто по нотам разные вещи разбираю И вот так вот 5 часов пролетает Скажи, а какие-нибудь увлечения помимо музыки еще остались в твоей жизни или же нет? Раньше что-то было, и сейчас, в принципе, хочется, но времени нет вообще То есть, наверное, максимум, что я там могу себе позволить, это сходить иногда с друзьями в кино Или вот как-то так вот, а какого-то прям а-ля вот там хобби, чем бы я занимался тоже стабильно У меня уже давно нет, потому что времени на это не хватает просто вообще Вот знаешь, вопрос уже касательно именно каталипси Вот у вас жанр, значит, brutal, technical, death Да? Я правильно понимаю? Ну да, еще слэминг там приписывают частенько из-за первого альбома А вот просто, ну как бы сказать, жанр этот достаточно тяжелый, очень быстрый, да? И, ну, не для всех, так скажем Скажи, пожалуйста, как ты пришел к такому жанру? Шел я к нему постепенно То есть не всегда вот я хотелось играть тяжелую музыку И как вот я находил вот группу, которая мне нравится Можно четко прям проследить, что он всегда шел, утяжелялся, утяжелялся То есть мне нравилась музыка, все быстрее, 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 быстрее То есть там, начиная там 15 лет был безумным фанатом Sleep Note Которым, в принципе, до сих пор остаюсь И, естественно, прочих групп, которые тогда слушали все в школе Вот, так потом пошел там Metal Core, Dead Core И вот как-то все быстрее, быстрее, где Бластов все больше и больше Сначала они мне вообще не особо нравились Но не то, чтобы я как-то на нем помешался А потом в один момент меня перекрыло И вот я уже начал утяжеляться И вот до Dead Metal так и дошел, собственно Попав, в принципе Дошел до Dead Metal, попав в каталипси, скажем так То есть до прихода в каталипси Я Dead Metal не особо-то и слушал А тут как-то попал в эту сферу И, в общем, начал в ней вариться И как-то все это пропитался этим И проникся, в общем, скажем так Это был очень интересный период в жизни Когда приходишь в абсолютно такую новую музыку для тебя И сразу появляются просто тонны информации И куча разных новых групп И ты слушаешь и офигеваешь От того вообще Сколько всего еще, оказывается, есть Вот так вот Понимаю Хотел спросить, кто твой любимый барабанщик Но я так понимаю, что это Джои Джордисон, да? Ну, любимого прям много есть Нет, Джордисона я фанатовал, конечно Кто бы что ни говорил Блазбит я полюбил после того, как увидел Алекса Пелетьера из Диспайстайка Вот как раз-таки Вот я когда увидел его видос Я понял, что ничего более металличного Я на тот момент в жизни не видел И вот я хочу вот так же И вот тогда вот уже сел именно Конкретно учиться играть Блазбит И как-то разбираться в этом Вот То есть, ну, много барабанщиков повлияло Какого-то вот одного идола Мне кажется, ну Ну, людей, которые как-то серьезно занимаются музыкой Мне кажется, уже в какой-то момент просто теряется вот это понятие У меня любимая группа вот эта У меня любимый музыкант вот этот Все становится как-то Очень много Очень много всего становится И сложно выбрать что-то одно То есть, понимаешь, что Этот нравится вот этим А этот мне нравится вот этим И как-то они разные Их сравнивать их не хочется даже То есть, вот эти видео на ютубе Типа Джо Джордисон, ВС, Тревис Баркет Это врез же полный Поэтому у кого-то одного нету В разный период как-то развития и вообще жизни Каждый по-своему повлиял Скажем так Вот Как образовалась твоя группа Каталипси? Как ты? Каталипси? Да Как ты попал туда? Как она образовалась? Образовалась она кучу лет назад В 2003-м или 2004-м году Естественно, там Мне до этого А я в Каталипси пришел только В 2011-м Я отыграл свой первый концерт в начале Ну вот То есть Поэтому, естественно, про то, как собралась группа В целом Именно изначально Я мало что могу рассказать Вот Могу только рассказать, как я туда попал Давай Я туда попал Достаточно Просто То есть Меня Репетировал уже очень долго на базе Red Gates тогда И Там был На тот момент находился Помещение было У лейбла Soul Flash Collector Которым как раз Мирус там заведовал Бывший вокалист тоже И как-то Каталипси не могли долго найти барабанщика Там что-то Полтора-два года Потому что никто просто не тянул Либо говорил, что жизнь какая-то В общем, не могли найти барабанщика И в итоге И в итоге Как-то Просто Там был на лейбле Руслан Мирус И Юра Работал Вот И как-то Ко мне просто в комнату Когда я очередной день Учился играть в бласты И просто заходит Юра И говорит А ты не хочешь Каталипси Я сначала сказал Естественно нет Потому что я знал Что жесть какая-то Ночью слился Ну и потом Как-то вот Меня Недолго Они обрабатывали Я с ними Познакомились Начали каждый день общаться Ну потому что На базе постоянно Ну и потом Вот как-то так Все-таки сложилось Что я пришел На прослушивание И Попал в группу Меня взяли Вот И Попал я в 2011 Такой Ну достаточно Удачный момент Потому что У меня Третий концерт Уже был Выездной концерт В Европе Вот В Швейцарии А четвертый концерт Тоже был Огромный фестиваль Open Air Dead Fist Это вот тогда Был мой первый Вообще Open Air И мой первый Большой концерт В жизни Такой Настоящий Ну и соответственно Потом Вот Мы уже Я пришел И мы начали писать Второй полноформатный Альбом Автопсихолог То есть Я пришел И офигел Эт информацией Потому что Каталипси И так было Достаточно много Песен То есть Мне пришлось Учить концертную Программу Там из 10 И 11 Треков Типа того И плюс Естественно Сразу же Учить И мы готовились К записи То есть Еще плюс Песен на целый альбом Не помню Сколько это там 10-11 У нас получилось То есть Мозг у меня Тогда от информации Немного офигел Помню Ну вот так вот А что означает Название вообще Каталипси Почему Назвались Каталипси Можно вам Об этом рассказать Ну Насколько Я гуглил Я помню Это какое-то Страшное заболевание Очень редкое И Что типа Заболевание Какое-то Как я понял Или как я помню Что там Человек замирает В какой-то Непонятной Нелепой позе Страшной И Не может Двигаться И это может Продлиться От нескольких Минут До Множества Часов Это вот такая Вот непонятная Хрень Но в такой музыке Это название Страшные Непонятные Названия Это норма Ну в принципе Это можно Как-то обосновать То что Вот музыка Играет Да и он Замирает И он ничего Не может Скажи пожалуйста Как прошло Твое самое Первое выступление С Каталипси Прошло Хорошо Как я помню Но для меня Тогда было Просто Очень Огромный Как-то Диссонанс По сравнению С концертами Предыдущих Групп Которых я играл Первый концерт У меня с Каталипси Был в Киеве На фестивале Киев Соник Месса Как такой был Вот И В очень Большом клубе Бинго По-моему Назывался у них Киеве клуб В общем Огромный клуб Огромная сцена У меня был Немного шок Что Как бы Оплатили Ну Дорога оплачена Что нас встречают На вокзале Вписывают В суперкрутую квартиру У нас там Обеда дают Ужином кормят Гримёрки Все как надо Отдельная гримёрка Мы хедлайнеры В общем Для меня тогда Я Поскольку был Первый концерт Первый выезд Я знал Что я попал В такую Достаточно крупную банду По меркам Андеграунда Но для меня Все равно Я с такими глазами Ходил Офигевал Потому что До этого Я играл в группу Где если оплатили Хотя бы дорогу На поезд Допустим В другом городе Когда концерт Это уже считалось Ну Хорошо Очень хорошо И круто А про какой-то там Гонорар Что еще за концерт Дают Что тебя кормят Поят Такого не было И поэтому У меня Просто челюсть Отвисла И я подумал Что вот Наконец-то Я пришел К успеху Как-то так Вот Забавно Ну и концерт Был Естественно Было очень Ну Волнительно Потому что В итоге Лаж никаких не было Но я очень боялся Что я Запутаюсь В каких-то песнях Там Структуру Перепутаю Потому что Ну Абсолютно Другой уровень Был Как бы Требование То есть Группа требовала Чтобы Играть надо Идеально То есть Никаких лаж Быть не должно Вот И поэтому Это немного давило Но как-то В итоге Справились Короче Ну а потом Как-то уже Стало нормально Вот На твоем Скажем так На твоем веку В катали все Какой был По-твоему Ваш наиболее Серьезный шаг На пути к успеху Ну Естественно Самый серьезный шаг И который У нас действительно Привел Скажем так К какому-то успеху Это вот как раз Когда группа Подписала Контракт Сунику Лидер Рекордс Американский лейбл У нас Вот на два альбома У нас контракт Который вот сейчас Закончился И мы пока еще Ну То есть Он Пока что мы еще С ним дальше Контракт не продлевали Вот Ну соответственно Это повлияло Так Достаточно Конкретно То есть Лейбл проделал Огромную рекламу С своей стороны К Новому альбому Как раз это был Первый релиз Записанный Со мной Каталипс Ну и После этого Нас стали Гораздо Более охотно Брать уже На еще более Крупные фестивали Зарубежные То есть На Бруталассоут Например Один из самых Лучших Вообще Успешных Концертов Каталипс Это вот пока что Бруталассоут В 2013 году Было море Впечатлений В плане На тот момент Это был Самый крупный Фестиваль На котором Мы вообще Играли И мы там Ходили И просто Не верили Своим глазам Потому что Был Жирнейший Невероятный Состав То есть Там Хэтлайнеры Были Бегемот Опит Хейтбрид Мишуга Естественно Там же Были еще И Дайнг Фитас И Гаджира Ну Мэтт Бол Еще в этом году Играли То есть Ну Это вот Я только что Вспомнил Вот знаешь Так сходу То есть Там просто Мы три дня Вот так ходили По этому Фестивалю И у нас У всех были Вот такие вот Глаза в пять рублей Мы не верили Тому что Мы едим На бэкстейдж Чуть ли не с одной Тарелки Да Вот с этими же Группами С дикими культами И Вообще Огромный опыт И Ну и Просто вот Увидели Как все должно Происходить Вот Как происходит Все за сценой Таких больших Фестивалей Потому что там За сценой Просто непрерывное Движение Там Рядом Две большие сцены Четыре барабанные Установки Все меняется Одна группа играет Другая Которая должна Играть Чекается Третья группа Только собирается В общем там Просто Ходишь И офигиваешь От того как все идеально Продумано Сделано И как все круто И вот для группы Это тогда был Ну Прорыв И Сейчас не помню Но Нам от этого концерта Очень много нам дало В последующем Потому что Ну Заметили другие Скажем так Промоутеры Других фестивалей Вот Я так точно Не скажу Но Концерт этот Помимо того Что прошел Огненно Так и после него Еще был Тоже Очень много Скажем так Большой выхлоп Ну как Мне показалось В принципе Я уверен Что так оно и было Вот Вот так вот Жесть вообще Ты прямо рассказываешь То что В гриме Оркино Бэр стендже Блин Если бы я увидел Просто эти группы Все в одном месте Я бы там сразу бы Лег и умер Короче А то чтобы с ними Еще разговаривать Ну там пипец Стоишь например Не знаю Попиваешь И гермейстерскую И покуриваешь Мимо тебя нергал Просто проходит Нормально Ну да Просто Потом Опят там Сидят Третью тарелку еды Наворачивают Все никак Нажрутся Короче А ты просто Стоишь Офигеваешь И да Они там Все обычные ребята Просто ходят Такие Вот и такой Охренеть Да Ну и еще Самый кайф Что ты можешь Все эти группы Посмотреть Со сцены Вот То есть Например Хейтбрид Мишугу Бегемот Вот стояли Вот Палили Со сцены Вот это еще Просто супер Круто Потому что ты можешь Свои любимые группы Посмотреть Чуть там Не на Расстоянии Протянутой руки Как бы Очень круто Ну это шикарно Ничего не скажешь Уже Не зря пожил Можно сказать Ну да Там После таких концертов Реально там Ходишь И понимаешь Что ради таких моментов И стоит жить Вообще Потому что Ну Столько чувств и эмоций Разных кипит внутри Что Что блин Я не знаю Что еще добавить Пути назад Уже нету Просто у тебя Да Ну да Ясно Теперь Следующий вопрос Скажи пожалуйста Кто вдохновляет вас Или Что вас вдохновляет Да Может группа Может какие-то События Вдохновляет вас На творчество Группу В целом Ну да Вот группу И тебя лично Если можешь Ну про целую группу Вряд ли что-то может Просто мотивировать Целую группу Слушай Я не знаю Наверное Каждый участник группы Просто что-то по-своему Мотивирует Как мне кажется Группу Ну хотя нет Но группу В целом Мотивирует Когда вот там Естественно Нам подтвердили Когда вот Например То же самое Подписали контракт Да С американским лейбом Там естественно В группе Все такие Офигеть У нас удалось Там мы достигли Там Какой-то абсолютно Другого уровня Но это Так вот Если вот Всю группу Целиком Знаешь Так одновременно Что-то так Стимулирует Это соответственно Тебе Так сразу Дает сил Там Хочется ехать Бомбить там Концерты То есть Понимаешь Что Очередная цель Достигнута Нужно двигаться Как-то дальше А так В основном Мне кажется Каждого По отдельности Что-то свое Мотивирует Нет Я имею ввиду Ну Мотивация Это конечно Тоже относится К вопросу Но я имею ввиду Больше все-таки Вдохновение Именно Вот Вдохновение На сочинение Музыки Вашей Вдохновение Ну это как правило Всегда берется Не знаю Из каких-то Любимых групп Любимых альбомов Ты слушаешь И Я настолько нравится Что Пропирает И ты просто Вот я например Когда Какой-нибудь альбом Дико понравился Я его могу Месяц слушать Вообще только его И он меня так заряжает Что я вот Послушал по пути На базу Там пока ехал И потом Спокойно хочется Вообще сижу Там три часа Занимаюсь То есть И мне хочется играть То есть А иногда бывает Садишься И понимаешь Что надо И ну грубо говоря Из-под палки Занимаешься Когда вот Каком-то в этом Тонус вот это ловишь Что тебе так вот Прет Как-то силы Откуда-то сами берутся И время полетает Ну и соответственно Такие занятия Куда больше пользы Приносят Чем когда Как машина сидит Из-под палки Фигачишь Но без этого К сожалению Тоже никуда Понятно В вашей группе Кто-то один Пишет музыку Или вы все Собираетесь Прямо всем составом И пишете ее Ну процесс Процесс достаточно Интересно Проходит Но скажу сразу Что у нас Вот нет Такого понятия Как вот мы Сидим на репетиции Кто-то там Заиграл Какой-то риф Кто-то говорит О классный риф Я там быстро Начал сходу Придумывать барабаны То есть Мы как-то сидим Знаешь На репетиции Продумываем Куски такого В каталексе Не бывает И не было И я уверен Что не будет То есть Пишут Все понемногу Вот Ну в основном Сейчас Большую часть музыки Пишет У нас Анатолий Басист наш Вот Ну как Так получилось Что на последнем Альбоме Больше всего Его трек Вот Но при этом Пишут треки Все И оба Гитаристы пишут Вокалист Периодически Помогает Ну Как-то тоже там Коррективы вносит И как у нас Это все происходит То есть Когда песня готова Допустим Написал ее гитарист Один И он Скидывает Эту песню В чат Вот Идет обсуждение Кому нравится Кому не нравится Потом Кто-то может Там Басист Например Взять ее И подредактировать После редакции Снова Скидывается Песня Ката-чат У нас называется Вот И Так происходит До тех пор Пока Ну То есть Все Вот Эта песня Готова Учим Такой-то Такой-то Репетиции Будем ее играть Все учат Дома То есть И Точно так же Они прописывают Барабан Ну как бы Скелет То есть Там например Что здесь Кач Здесь Блазбит Там Вот А я За мной Уже Стоят Аранжировки Ну или Если Мне кажется Что Здесь Лучше Вообще Переделать Я Переделываю И опять-таки И это все Обсуждается Круто Я переделываю Или лучше Сыграть так Как Скажем так Автор Предлагал Вот За мной По большей части Остается Только Аранжировки Я естественно Писать не умею Я вообще С Гитарпро Не дружу Короче Вот Ну и в итоге Когда все Решают Что песня Готова Все ее Просто Выучивают Дома И на репетициях Мы ее уже Репетируем Как бы Играем Вот Ну Вот так Вот у нас Проходится Интересно Интересно А вот Касательно Текстов Есть ли у вас Какая-то Идея Или философия Да Вот о чем Ваши тексты И может Есть какая-нибудь Идея Которую Вы несете В массу Идея Есть Я тебе Скажу Сто процентов Ну Еще Я тебе могу Сказать Что Я барабанщик Я отвечаю За блазгит Про что Наши тексты Я могу Сказать Только одно Что Я знаю Что Последний Альбом Грейна Сауэр Который Там Насколько я знаю Дана Огромная Честь Как бы Писателю Лавкрафту Вот Там Какой-то Космос Психодел Не знаю Вот Но Сатанизма Никакого Нет Это могу Сказать Сто процентов Это Просто Идея Есть Но Точно Про что Я тебе Сказать Не могу Так Мы с тобой Кстати Разговаривали О том Что вы Выступали За границей Как Вас Приняли За рубежом Люди Вообще И Чем На твой взгляд Отличается Скажем Русская публика От той Которую Вы Для которой Вы играли Там Ну Публика Как Понимаешь Везде Разная Вот То есть Встречают Нас Там Очень Хорошо На нас Очень Хорошо Там Ходят Нас Принимают На ура Вот Ну Естественно Там Где-то Бывает Что Приедешь И Там Тоже Вроде Клуб Набит Там В Голландии Такое Было Последний Раз Вроде И народу Много Но Они Все Просто Стоят И музыку Слушают Никто Толком Даже Не рубится Ну Они Наверное Просто Обдолбанные Вся Голландии Наверное Да А Так Бывает Приезжаешь Там То есть Набивается Тоже Клуб И Там Люди Устраивают Такое Мракобесие Что Просто Офигеваешь Там По Головам Прыгают Ходят Там Просто Друг Друга В крови Разбивают И Это Дико Круто И Встречают Нас Там Отличие Какое-то Отличие Какое-то Есть Но Скажу Так Мне Как-то Там Играть Наверное Попроще Ну И Ходят На нас То есть Там Получается На нас Там Ходят Как У нас Ходят На Европейские Американские Группы На нас Там Ходят Как На Иностранцы То есть И Это Очень Радует И Это Очень Круто Вот Как-то Так Вот Сложилось Что Катали Все За Рубежом Это Дикий Культ То есть Покупают Очень Много Мерча Дисков Опять Таких Ходят Достаточно Много Народа На Концерты Любят Узнают Даже По Разио Крутят Ну Как Так Сложилось Вот Опять Я Не знаю Там Естественно Это Культура Просто Отдельно Больше Развит Ну И Плюс Как-то Есть Какой-то Здесь Не Магия Что Какая-то Что Некоторые Группы Как-то Катируют А Некоторые Вроде Тоже Хорошие Но Почему-то Не Катируют Расскажи Были ли Какие-то Форс-мажоры Или Может Случаи Могут Быть Забавные Могут Не Очень На Студии На Фестивалях На Концертах Турах Бывает Конечно Всякое Последний Забавный Форс-мажорный Случай Произошел У нас В последнем Туре Который Был В сентябре Это Было Очень Забавно Первый концерт Был Dead Fist Open Air На фестивале На этом Уграли уже Далеко не В первый раз Раз Наверное Четвертый Не знаю Может пятый Даже И у нас Был Огромный Охренительный Баннер Каталекси То есть С оформлением С нового Альбома То есть Прям просто Наше Жирнейшее Лого На фоне Космос Планеты Мертвые Короче Черепа Все как Надо Так вот А следующая Дата была Мы играли В Гамбурге Да И в Гамбурге Была точка Иксы Для нашей группы Потому что Каким-то образом Я в Гамбурге Оставил Свой Пэт тренировочный Который Слава бог Ко мне вернулся Ну и А группа Еще там Оставила То есть Мы потеряли Там Чехол С нашими Рулапами Стойками Где тоже там С дизайном С формированием Ну сценические В общем Эти штуки Понял Вот А в этом же Чехле У нас был И баннер То есть Мы все это Оставили В замечательном Городе Гамбург И поехали дальше И увидели Что мы это Просрали Через день А то или через Два Через три Вот Да И что было Куда забавнее Что Как выяснилось Когда мы были в туре Нам через день Или через пару дней Пишет Еврейская группа Не помню Как называется Но они говорят Чуваки Вы забрали Наш баннер То есть Гитарист Каким-то образом Там в темноте Перепутал баннер Забрал Еврейский баннер И мы еще Его и потеряли Короче То есть В итоге нам Только через два месяца Мы смогли забрать Тиролапы С еврейским баннером А наш баннер Так и не нашелся Есть ли у группы Какие-нибудь традиции Перед выходом на сцену Традиции Или ритуалы Может У нас Вокалист Забавно разминается И мы его пародируем Он типа Как там Боксер прыгает Так забавно Смешно И мы все Молча начинаем прыгать Вокруг него Это достаточно Систематически Происходит Ну это чисто Постегнут А так Каких-то Традиций Типа там Нет Итак Следующий вопрос Видишь ли ты Будущее У русской Тяжелой сцены Ну Слушай Все на самом деле Так двояко Потому что Сейчас как-то Вообще Все Как мне кажется Куда-то пошло На спад Понятно И Вообще Групп Стало Гораздо Меньше Иногда бывает Вот мы на презентацию Например Просто Перед презентацией Альбома в Москве Такие сели Ну что надо Там Пару групп Каких-нибудь там На разогрев Позвать там Либо корешей Либо И просто Сели такие И поняли Что Толком-то Даже И Эти больше Не играют Те развалились Те распались Эти тоже Там Фиг пойми Чего И в итоге Сели и поняли Что понятия Не имеем Кого позвать На разогрев Короче Как-то Все очень Прискорбно Молодняк Вообще По-моему Не хочет Играть Заниматься Потому что Я как-то Металла Вообще Сейчас Например На базе Каждый не сижу Металла Почти толком-то Никто и не играет Либо я не на той базе Сижу Вот И концерты Как-то тоже Нестабильно Проходят То вроде Аншлаг Биток Куда не приедешь А иногда Бывает Вроде Кажется Что должно быть Много народу А народу Почти нет Поэтому я очень Надеюсь Что все Как-то Стабилизируется И Что Будет снова Тусовка Сцена Саня Любышев С 515 Огромный молодец Проделывает Огромную работу Потому что Как-то Поднять сцену И вообще Создать движуху У него это Очень хорошо Получается И Кажется Ему очень Многие люди Должны Руки Целовать За то Что он делает Потому что Ну У него У него как-то Удалось Создать тусовку И Всячески Ее надо Поддерживать Потому что Если тусовки Нет То соответственно Сцены Точно Не будет Никогда Потому что Все-таки Сцена Это в первую очередь Как мне кажется Тусовка Есть ли какие-то Русские группы Которые тебе нравятся Они типа Играют Не знаю Как это назвать Но В общем Мне нравится Cremated Lies Мне нравились Есть У меня Кореша Панки С базы Лютейшая Группа Штабеля И Альбом Под названием Ёпта Мой любимый Они вообще Огненные Угарные Чуваки Это вообще Из другой стези Это просто Самый настоящий Панк-рок Всем Любят Всячески Угореть Текстас Мата Про пидорас Все как надо А еще Мне очень нравится Хабаровская Группа Тоже Кореша Старкиллерс Вот Которые Да Старкиллер Тоже Какой-то Такой Ракешник Играет В общем У них вышел Альбом Мне очень нравится Ну я думаю На этом Достаточно Могу Много Еще Повспоминать Что вы Планируете На ближайшее Время Может быть Это Альбомы Новые Новые Туры Новые Концерты Ну Слушай Альбом У нас Вышел В этом Году Так что Новым Альбомом Пока Как понимаешь Пока Даже не пахнет Еще С этого Не все Плоды собрали Скажем так Планов Сейчас Ну вот у нас В январе Концерт Ближайший В Москве И потом У нас Такой Небольшой Перерыв Выходит Меск месяцев Будет А какого числа Будет концерт В январе И где Да 21 января Клуб Бруклин Начало На сколько Начало Это опять-таки 515 Фест Начало В 13.00 Свамп Картике Фон Эджел Скрю Диспайд Делайз Садан Рейдж И мы Соответственно 6 групп У каждой группы Полуторачасовой Сет Саня Планирует Литейшую Мясорубку Слушай Ну это просто Нельзя пропустить Я считаю Что Ну вот да Мне кажется Концерт Будет Очень крутой И вот Я надеюсь Ну я думаю Там будет Биток Шлаг Веселука Ну да Любой уважающийся Металюга Не пропустит Ну с учетом того Что Саня Как обычно Делает вход От 100 рублей Короче И дальше Кто сколько хочет Столько кладет То это надо быть Просто мудаком Чтобы купить Когда ты можешь Прийти Позже Копейки И угореть Можно ли где-то Можно ли где-то Купить вашу продукцию Может на iTunes Или Какой-нибудь Спотифай Ну можно купить Новый где На iTunes Есть Есть почти везде Можешь купить На лейбле А можешь Напрямую Поддержать группу И купить Физический носитель У нас в группе Вконтакте Есть прям Магазин Там есть Все Ну и в iTunes Все есть Соответственно Да Этим уже Лейбл занимается Ну и последний вопрос Что бы ты хотел Посоветовать Начинающим музыкантам Посоветовать? Да Одного Одного Заниматься Заниматься Еще раз Заниматься И Не слушать Никого Про то что Сцены нет Музлом не заработать Как выгод говорит Что это все Нахрен Сейчас никому Не нужно Если так Все будут Думать и делать То это и вправду Никому не будет Нужно А так Могу посоветовать Только одно Заниматься И Ставить перед собой Цели И их достигать Все дается Только огромным Трудом И как бы Железной задницей Как говорится Вот Просто так Сейчас уже давно В один день Суперрок звездой Не станешь Как бы Нужно проделать Огромную Колоссальную работу Как и над собой Так в итоге Потом всей группой В целом Советую Играть И Не останавливаться И Не забывать Ради чего Все это в первую очередь Делается Вот Как то так Ну что же Спасибо тебе большое За ответы на наши вопросы За уделенное время Я напоминаю вам Дорогие друзья С нами был Евгений Новиков Барабанщик группы Каталипс Один из самых Быстрых барабанщиков России Обязательно Приходите на концерт 21 января В клуб Бруклин К 13.00 Такую Жирную Обойму Просто не может Пропустить Ни один Уважающий себя Виталюга Вот Всем трэш Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова